Что я вставлю этот ролик в начале, может быть действительно стоит мне вставить его немножко раньше, чтобы мы не пропускали начало, но в общем-то обычно следует у нас стандартная пауза. В любом случае постараюсь вам показать все, что не показал. Так, Бэтрайдер поставил вард вот сюда, этот вард видели, тут же его в эту сексе сбивает. Еще один сентряк поставлен сюда, этот сентряк ошибочный. Виртуз Про поставили также вард на верхнюю руну и забанили эншентов Тинкеру. Но эншенты Тинкеру не понадобятся в первые три минуты, точно. Тиси уходит на хардлайн, где будет стоять против Дисраптора и Элидана, который играет. Аморфлинги, Абубульбы, проблемы, но Бульбусти скорее всего отпустят. Соло мид, Эмбер Спирит от года, Жотом выходит из леса. Но в чем будет смысл игры Ликвидов? Ликвид фармят в начале какие-то минимальные артефакты. Тинкер Травела, Бестмастер Травела, это и есть для него минимальные артефакты. Как только они получают Травела, у них есть уже, естественно, по-шестому, они летят, начинают убивать с фамильярами, с птичками Беста и с чем угодно. Что смогут только найти. Чен за это время, так как в этот раз еще есть Чен, выформит себе неплохой, должен выформить неплохой левел и артефакты. И, в принципе, несколько удачных гангов можно превратить в такой сумасшедший пуш, от которого будет нечем отбиваться. Это стратегия команды. Да, самая долгая встреча, действительно, была с Эмбер Спиридом на Дота 2 Чемпионс Лиги. Нави играли с Ликвидами, Нави играли на позиции Керри Эмбером, тестили его. Не все там у Нави получалось, именно потому что как раз-таки тестили. Не все получалось по самой игре. Ну, в общем-то, игра была очень интересная, долгая. Хорошая была игра. Так вот, задача Virtus.pro. Прежде всего, помешать, вот что отлично получилось у Нави, помешать Ликвидам выйти в свои тайминговые артефакты на определенных минутах. То есть, чем дольше травелов не будет у Тинкера, чем дольше травелов не будет у Бессмастера, и чем дольше они не смогут гангать, тем лучше для ВП. Чем быстрее появятся эти артефакты, тем хуже, соответственно. Ой-ой-ой, тут еще и Ванды, если бы были, мог бы вообще и нас вполне отъехать, но нет. Все-таки урона тоже достаточно много получается с этой молнией, с другой стороны, и отхиливается достаточно здорово. План команды Ликвид. Спокойно дожить до своих артефактов и начинать гангать ВП, пока ВП не перейдут в свой сильный лейт. Потому что опять у Virtus.pro лейт сильнее. Ну, гораздо. Как бы тут и против БКБ есть, и Морф, и Дисраптор, который очень силен в Лейте с артефактами. Да и тот же Эмбер. Ну, правда, опять, Эмбер это здорово контрят, потому что пик Ликвидов он контрит Эмбера. У них очень много контроля. У них есть и Бист, и Тинкер с массовыми контролями своими. И НС под Ванды попал. Тут больно, и НС захиливает его Элидан. Элидану не особо нужно. Пока что у Тинкера топовый крипстат, как мы видим. Опять НС очень удачно меняет с ТС. Он пытается прогнать ТС, но ТС-то не особо прогонишь отсюда. Вот он включает рейдж. Судя по всему, уходит. У Флава также очень много крипов, плюс он застакал. Но Флав здесь можно было показывать, на самом деле, все 3 минуты его, потому что он образцово показательно крипит лес. Сейчас у него очень большой крипстат, и сейчас у него еще будет почти 6 левел здесь. Да, это очень хороший Чен. Очень правильно он крипится. Делает себе спауны, очень быстро чистит их. Повезло ему с Вайлдкином. Ну, как бы не такое большое везение, но тоже должно повезти. Ну, собственно, да, с почти 6 я погорячился. Но в любом случае, 4 минуты, 5 левел, это много. Это очень много. Ну, и 6-ой, как бы не за горами. 22 крипа, 27 у Тинкера. 27-12, конечно, Эмбер Спириту с его атакой. Против Беста приходится не так просто, хотя у Бестмастера еще меньше. Но у Тинкера на фрифарме абсолютно... Я сначала даже подумал, что Тинкера против Эмбер Спирита на секундочку стоит, но потом вспомнил, что все-таки Тинкер стоит внизу. У Тинкера практически готова травела. Койква фармит просто потрясающе. Плюс ко всему, Койква из Германии. Опять же, это важно, потому что у него нету пинга. Гот. Не заформил Кребца. Жотом пассивно качается в лесу. Да, Верзус Про, конечно, очень пассивно также. Но вот здесь им это может быть не на руку, потому что сейчас начнется стандартный второй лазер от Койква и больше ничего не вкачано. У него еще бывает первый и ничего не вкачано. Такая опция тоже присутствует. Так, что у нас купил ТС? Лайфстиллер крайне слабый. Купил Лорбов Веном, возможно. Но, в принципе, Лайфстиллер-то все равно этим двум героям может раздать на линии, потому что это Лайфстиллер против Морфа и Дисраптора. Тем временем у Бэтрайдера были некоторые проблемы, но он отсюда уходит. И Чен начинает слушать Тауэр. Уже пятый с лишним левел. Бэтрайдер не успел налить здесь огонь. Пошли машинки. Машинки, причем третьего левела сразу. Это будет минус-вышка, это сразу Травела. Травела уже есть, более того. Ну что, все внимание. Ну, здесь, конечно... Ой, каким образом там оказался Вайлдкин? Его закинуло снизу наверх. Да, зоопарк получается. И долго он в клетке просто находится, бедный Вайлдкин. В зверинце. Минус-вышка. Минус-вышка снизу. Да, визаж еще не такого большого левела, как хотелось бы, но есть Травела у Тинкера. И в скором времени появятся они у Биста, потому что у Биста все так же очень-очень неплохо. Год получает шестой. Пошел наверх за руной. Тем временем у НС проблемы. Он сразу нажимает ТП. Да, ну, конечно, я знал уже, что делать здесь. Иллидан, Иллидан, у которого 70 с лишним урона. Здесь же Эмбер рядышком. Могут быть проблемы у ТС, но первый скилл не срабатывает. Хотя... Боже мой. Вот, туда-сюда. И ТС все-таки умирает. Ферстблат забирает Иллидан. Очень здорово Иллидан здесь сыграл. Прочувствовал, что подходит год. Вытянулся еще жотом. В целом, отличная игра от ВП. Забираю ТС. У ТС, кстати, был пятый левел. Правда, поделен, но на троих все равно немного. Но главное это Ферстблат и 400 монет. И Морф получает буст. Морфа, конечно, качать ни в коем случае нельзя сейчас Ликвидом. Потому что Морф это то, что их будет убивать в этой игре. Если будет убивать, прежде всего, ни Эмбер, ни Бэтрайдер. Да, Бэтрайдер качать, наверное, было бы на данной стадии еще страшнее. Но в лейте, конечно, все должно упереться именно в Морфа. Визаж пытается получить шестой. Чен пытается получить шестой. Но несколько подзатянули после того, как спушили вышку. Но сейчас получит, я думаю, по шестому левелу. И пойдет повеселее игра. Что у Бестмастера? У Бестмастера 1700 почти. Почти готово. Да, конечно, лайфстилера немножко будет не хватать. Фактически у Тинкера нет еще ни одной ракеты. А ракеты ему нужны. У него только четвертые машинки. Ну, сейчас посмотрим. Потому что, опять же, 7.30. Вроде бы все есть у Ликвид по левелам, по айтемам. Но нету скиллов некоторых. Скиллпоинтов не хватает. Вот. Цепляет его. Пошел Рор. Ну, Года включен первый спелл. И все-таки Год умирает. Спелл защиты от магии. Все-таки слишком много урона. Да, Год отправляется в таверну. Удачно загангал его Бист. Бист покупает травела. Тем временем Тинкер получает еще пару левелов. И вкачивает, наконец-то, первую ракету. Летает домой. Дисраптор пытается здесь получить немного экспы. Сверху лайфстиллер. 10 крипов. Всего-навсего. У Элидана 47. Но это меньше, чем у Тинкера. И Тинкер, конечно, просто не остановить его с этими машинками. Чен с визажом отправляются в лес. Ну что, опять вопрос. Как Виртус Пробует отбиваться? Отбиваться им будет очень тяжело от всего того, что есть сейчас у Ликвидов. Прежде всего ждем мы какой-то от Бистмастера, наверное, агрессии. Потому что Тинкер в любой момент может подключиться. А вот Бисту это будет не так просто. Чен выходит на топ. Будет подпушивать сейчас, возможно. Морфа. Лайфстиллер очень-очень слабый. Фактически только с саппортами он может биться. Один на один это. Да, вот у Элидана уже тысяча монет. 53 крипа. ПТ-шка, базилка, еще кольцо. Выходит постепенно в линку. Бэтрайдер фармит свой блинк. Также очень важный айтем для команды Виртус Проблинк на Бэтрайдере. Потому что это первый айтем, с которого они могут начинать какую-то агрессию свою. Так, Бистмастер сел. Ну и сейчас смотрим. Смотрим за Лайфстиллером. Ну, собственно. И Нес отправляет Бистмастера. Сейчас будет перетяжка. Будет перетяжка. Будут пытаться зацепить ТС. ТС сразу же делает телепорт. Ну какая игра от года. Гот ловит двоих. Ульта Чена. Тинкер не успевает улететь домой. Великолепная игра. Сергей Брагин. Ой-ой-ой. Как сейчас сыграл Гот. Ну, просто вышло все идеально. Да, еще и Лайфстиллер заюзал Рейдж ТП. Думал, что на него пойдет агрессия. Преждевременно, на мой взгляд. Потому что мог он дождаться, когда Гот на него прыгнет. Провязает первый скилл. Но Гот уже точно знал, куда ему стоит врываться. И, конечно, забирая Дисраптора, отдают два таких важных фрага сейчас. Это минус Чен высокого уровня. Минус Тинкер высокого уровня также. Много денег. Много Икспы. Хасту отдает. Ну, не доконтраливает. Здесь Флафф мог бы разбить вполне своим Вайлдкином, который стоит тут, машет своими крыльями. Но зафармить Кребцов важнее же. И без ульта Чена остаются сейчас. Да уж. Это момент очень-очень хороший для Virtus.pro. Но, тем не менее, все равно еще все достаточно неплохо у Ликвидов в плане их активности. У Virtus.pro-то еще долго будет без линки на морфе. И долго будет, относительно долго без блинка на бэтрайдеры. Да нет, блинк уже вот-вот-вот-вот-вот-вот. Смотрим следующий врыв от Биста. Есть у него ТРВЛА уже, откатили. Есть. Альтимейт, летит птичка. Ее контролит, видит ее НС. Дает инфу. Пытаются сбить, не сбивают ее. Но вот Джотом отконтроливает. Вот она. Важнейшая часть игры, казалось бы, сбить птичку. Но именно потому, что этой птичке не уделяется внимания, эта стратегия работает. Сбиваешь птичку, все, эта стратегия не работает. На данном этапе. Хотя есть уже, должны быть, фамильяры у визажа. Да, можно уже на фамильяров делать ТП. Так, вот. Вставляет ремонт один на миде. Сверху фармит лайфстилер, но он только начинает свой фарм. Видит Чена. Аккуратненько заходит по топу. Ну что, Чену здесь, скорее всего, печально ступает. Да. Ой-ой-ой, как неудачно. Ну, возвращает его под Сайленс, и, конечно, здесь флав все равно умрет. И некем абсолютно ответить. Никто не может сделать ТП. Хотя, Тинкер и Бист в команде, но у Биста нету мана, нету ХП. Тинкер где-то был в другом месте. Врываться туда, это смерти подобно. Ну и Лидан уже остается. Не так уж много ему долинки. Все хорошо, опять же, ОВП. Да, вот такая пассивная игра им, конечно, на руку. Не то, чтобы она прямо совсем пассивная, но как бы они ее стараются засужить сами. Не превратить в какой-то безудержный хаос. 37% зрителей нравится пик ликвидов, хотя пик ликвидов проверенный. Даггер есть. Ну, Бульба заходил, замахивался, Сайл даже ему небольшой шанс дал, но вовремя отблинковался. Неправильно назвать это пассивностью, но каждая вот атака ликвидов оборачивается для них еще большей потерей, что заставляет их играть осторожней. Виртус Про забирают фраг и отходят фармить. Забирают фраг, отходят фармить. Все, больше им пока что ничего не нужно. Ой-ой-ой, бестмастера вытаскивают, и бестмастера просто здесь казнят Бэтрайдер и Эмбер Спирит. Ну, знаете, все действительно плохо. Все очень плохо у ликвид. И 5-2, и вроде бы, если мы посмотрим по золоту, то они даже ведут, по опыту чуть-чуть проигрывают. Но по ситуации они самую сильную стадию вот своей игры упускают сейчас. В игре против Na'Vi им удалось перевернуть, но там целый ряд был факторов, и Na'Vi не ожидали совсем этой стратегии. Виртус Про уже видно, что первый врыв они ждали, и NS очень грамотно начал убегать от этой птички, и все равно не успел убежать. Но чего это стоило в итоге ликвидам? Второй раз эту птичку вообще сбили. Ну, то есть, в принципе, это, может быть, бы и сработало, но ликвидам чего-то не хватает против ВП. А ВП, наоборот, хватает всего, и у ликвидов все еще останется шанс, потому что их пик все равно может даже там в глубоком лейте, как мы видели. Тинкер там очень-очень лайфстиллер, пытается сделать ТП, очень много урона, по нему пытаются влить, но просто здесь рейдж надо было раньше кидать. Буквально еще бы чуть-чуть, и лайфстиллер бы не успел. Нажать рейдж, получил дополнительный урон, пока бы он выбегал из этой тучки, пока бы он гастовал рейдж и делал ТП, просто уже физикой вопромяем. Койква купает даггер, но до хикса еще очень-очень далеко. Тем временем, Элидан телепортируется в мид, где ломают вышку на миде. Станы! За счет стана отлично отконтроливают Элидана, Элидан остается здесь. С очень маленьким уровнем ХП, и вот как решают ликвиды перевести игру, но может быть не самое худшее решение. Мы не можем вас сейчас как-то перебадать активностью, мы вас пересидим в ИТ, покупают сразу мидасы, понимая, что мидасы можно будет реализовать. На мой взгляд, Элидан ошибся, он попытался задонаять вышку, но в итоге он отдал сверху также тавр, и в миде еще и не задонаял. Ну, печаль. В итоге я снимаю от ликвиды две вышки, теряю только одну. И это отличное поспорить для ликвид, потому что сейчас появляются два мидаса, начнут они потихоньку эти мидасы реализовывать. Лайфстиллер приоденется в нормальный шмот, Чен будет большого левела, тоже с хорошими артефактами. Линка появляется у Элидана. 15 минут, 9 секунд, Линкен, БТ, Базила. Да, это очень быстро. Лайфстиллер, мидасы, сапог, и больше ничего нет у ТС. Да, печальная история у ТС. Тяжело, конечно, здесь ему. Ну что, давайте на Нитворс переключимся, посмотрим. У Тинкера топовый, Элидан на втором месте, третье место Эмберспирит, четвертое, Бульба. Ну и, в общем-то, посмотрим. Теперь слово за Virtus.pro. Они отстояли свое вот это вот начало пассивное. Теперь у них появляются возможности. У них есть Бэтрайдер с Даггером, у них есть Эмберспирит. И в скором времени должен появиться шутган на Морфе. Это действительно много, это 6000 ему фармить фактически. Но это в скором времени должно быть, потому что все-таки это Морф, и он делает ставку на фарм. Тинкер залетает в лес. Реармец. Да, ну и Тинкера здесь, конечно, не найти. Уходит с ТП. Чен с Мидасом продолжает выфармливать что-то. Бэтрайдер. Ой, сейчас могли захватить Бестмастера, но Бестмастер успел забрать хосту, и Бэтрайдер прежде всего хотел зафармить лес, он не летел за этой хостой. Фармит Бэтрайдер леса, хочет себе форстав. У Цемки также будет форстав. Форстав, форстав, угода, пока что 11-й левел. Все как-то слабенько по артефактам угода. Все-таки Эмберспирит требовательный картам герой. Ну и теперь интересная, все-таки интересная получается игра. В какой-то степени. Вайфстилер сел в Беста, будут они сейчас кого-то искать. Хотя вроде уже прилетели вниз. Нет, у Бестмастера они на фулдауне. Это Тинкер прилетел. Начинает ковырять вышку Бестмастер. Контролирует все, прекрасно видит. Ну слушайте, Ликвид перехватывает инициативу. Они очень много сейчас фармят, плюс у них есть два Мидаса. Плюс Виртус Про очень долго перетягивается, мы видим по карте. Возвращают Бестмастера. Да, но он успевает выбежать из Сайланса. Да, ошибка Энесса. Бэтрайдер здесь же очень вовремя. Ульта Чена. Энесс живет. Морф прокатывается. И Тисе остается совсем один минус Тисе. И это два в ноль. Виртус Про. Как же долго они планировали эту атаку, но сделали все идеально. И вышка динается. И два килла забрали. Ну просто выше всяких похвал сыграли. Казалось бы, НС промазал Сайлансом, промазал Кинетик Филдорн, но его подстраховал Бэтрайдер, и Лайфстиллер остался не удел. Бист также ничего не смог сделать. Выжил. Витам, команда Виртус Про потеряли двух героев, не смогли забрать вышку. Виртус Про сейчас заберут за счет этого Рошана, и Гем еще. Ой, какая драка. По 200 с лишним золота за каждого героя, плюс 900 золота, это Гем. И виртуальных 500 золота за динайная вышка. Даже больше может быть, чем 500. Да, вместо 200 каждому, 100 каждому, это 500. И еще минус голда за вышку, это еще там 200. 700. Вот тебе и пожалуйста. Морф забирает Аегис. Год пошел на базу. Регенец. У Инессы есть Арканы, у Смайл есть Форстаф. Так, нет-таки жет, он Форстаф свой доформил. Иллидан. Иллидан ничего не боится абсолютно, у него теперь есть Аегис. Помимо Линки, Год возвращается на ремонт. Отдали ему Гем, будет он за счет Гема контролить, все видят птичку. Иллидан пытается спушить этот тавер. Рывается, какой агрессивный Иллидан. Он понимает прекрасно, что тяжело ему что-то сделать, он очень-очень мобильный. Плюс у него есть уйти в репликейт в любой момент возможность. Вбивает всех крипов, кабана, фармит еще и вышку, уходит в репликейт. Да, очень-очень здорово. Ждем, когда появится Хекс у Тинкера, это будет следующий этап у нас игры. Шотган на Морфея и Хекс у Тинкера. До этого активничать как-то будет очень-очень тяжело с тем, что есть. Ну, потому что активничать можно, да даже и нужно. Но если команды это не делают, значит им тяжело. Либо они не хотят. В любом случае, пока не появится следующий артефакт, никаких особо масштабных действий активных мы не увидим. Но и опять же, как ликвидам, вот как их упрекнуть в том, что они играют пассивно? Ну, вот попытались они забрать вышку. Вроде все делали неплохо. Должны были забирать хотя бы один фраг и вышку. Но в итоге не забрали ни одного фрага и потеряли еще двух героев. Вся их активность напарывается на собственные ошибки, прежде всего, но и на отличную игру в ВП в обороне. 2-300 остается до Этериала. Вот, пожалуйста, Этериал может быть очень-очень быстро. Плюс есть 14-й ключевой левел. Четвертый адаптив страйк. Все, появится Этериал, Эморф начнет уничтожать врагов по карте. 3-400 у года. Ну, год-то, наверное, я не знаю, что БКБ или тоже Линкен. Второй код на рарке. Первый, честно говоря, я проглядел. Но он, видимо, был в прошлой игре. Очень много вопросов по поводу этих кодов на рарке. Ссылка, код. Все, входите по ссылке и вводите код. Ничего сложного нет. Аганим фармит бестмастер. Ну, абсолютно все то же самое делают. Мы с магом комментировали эту игру. Кстати, многим очень понравились комментарии мага. Я пообещал, что приглашу его еще, когда будет возможность. Но, как бы, он тоже игрок. И у него не всегда есть возможность. Бэтрайдер видит визажа, визаж. Ну, смотрим, сейчас будет драка. Да, цепляют визажа. Ой, это очень быстро пытается убить. Это важно. Убивают визажа, уходят. 8-2 виртус про ведут. Это очень важно быстро убить визажа, потому что могут прилететь всякие тинкеры, бестмастеры с лайфстиллерами. И может оказаться там 4 героя. Хотя бы забрать визажа быстро и дальше разбираться с тремя будет уже гораздо приятнее. Даже с двумя, потому что одного отправят на базу НС. Тоже, кстати, против такой стратегии отличный пик Дисраптор. Ну, правда, не могу сказать, что он был забран как Контрап, но что он был забран первым пиком. То есть, если НС предполагал, что Ликвиды будут играть в эту стратегию, то только предполагал не более. Прежде всего, он брал Дисраптора, потому что сам хотел им играть. Потому что это первый пик. Хотя, вариант, что он не предполагал, рассматривать мы не будем. Дезолятор. Вот такое вот решение у нас от года. И шотган появляется у морфа. Вот так вот. Ой-ой-ой, бедный кабан. Прямо по физи. НС забанил собственных хеншинтов. Но это осознанный шаг для того, чтобы Тинкер их не фармил. Потому что Тинкер фармит очень много. Он до сих пор не отстает от морфа, несмотря на то, что Версус Про вроде как ведут. И Иллидан попадает под Хекс. Ну что? Летит сюда. Ой-ой-ой. Иллидан просто какой жадный. Еще попытался здесь Тинкера накрыть. Влетал сюда Бестмастер на птичку, но вовремя. Очень-очень вовремя. Хотел Иллидан прокастоваться, но все-таки не хватило бы ему урона. Вот тем самым теперь Тинкер знает, что у Иллидана есть шотган. Шотган есть у Иллидана, а Хекс есть у Тинкера. И об этом знает сам Иллидан. Надеюсь, вы не запутались. НС. Очень рискует, но вовремя уходит. Судя по всему, Флав будет собирать себе Хекс. Ну, либо Линкен. Линкен, конечно, будет не так плохо против Этериала, потому что даст ему дополнительные возможности танковать против Морфа. С другой стороны, Морф настолько суров, что он, в принципе, может из двух спулов вырубать, наверное. Адаптивом сбивать Линку, давать шотган и волну. И будет очень-очень много урона все равно. Ловкости-то очень-очень много. Под 200. Через 30 секунд закончится Иллидан. Байтит. Ну да, он прекрасно понимает, что у него Иллидан. Ну и что? Что пытаются сделать? Хекс из него. Пытаются убить, но у него Иллидан. Аегис. Минус. Отличная игра. Отличная игра от Ликвидов. Возвращаю Чена. Сайлос на Чена. Но уже нет абсолютно никакого урона. Забираю Чена. Нет урона у Ликвидов. Не могут они драться. Они потратили абсолютно все на Морфа. Да, Смайл там подставился. Но, возможно, подставился правильно. Ну, Иллидану, конечно, там бояться было, на мой взгляд, абсолютно нечего. Он успел включить перекачку. Он перекачивался. Его убили. Но после этого потратили огромное количество спилов. И второй раз убить Иллидана было очень тяжело. Наверное, Смайлу стоило сыграть поаккуратнее. Тем не менее, он попытался подстраховать. Отдался. Но... Тем самым Иллидан-то точно ушел с большим-большим запасом. И смогли зацепить Чена в ВП. Такая не самая лучшая игра, в любом случае, от Иллидана. Потому что... Это было бы все очень круто, если бы в Виртуз Про там дрались. Да, если бы в Виртуз Про там собирались драться, это было бы очень круто. Он заставил потратить огромное количество маны из спилов на себя. В Виртуз Про занимают позицию, дерутся. У Ликвидов уже нет ресурсов для этой драки. Но в ВВП не собирались там драться. И тем самым просто ненужный риск. Смок от Виртуз Про. Смок этот не видят. Виталик появляется у Дисраптора. Виталити Бустер. Тривела у Смайла. Гот с Дезолятором Гемом. Все еще тем самым Гемом. Фурстав. Ничего нового у Кристал Мейден. Аганим у Визажа. Аганим у Бестмастера. Пока что Чен. Только Слинко. И находят Чена. Очень-очень быстро его вырубают. Снизу. Даже на секунду, по-моему, этот фраг попал в кадр. Не смог убить кабана. Смайл промазал. В клуб Сокса может вступать. Промазавших по кабану. Ильдан возвращается сюда же. Но здесь уже ждут вроде бы и Бестмастер, и Визаж. Но решили они, что не нужно нападать. Си также оттягивается назад. Гот БКБ. Гот фармит БКБ. Так, а у Эльдана у нас пошел. Неужели тоже БКБ? Это его, Огрклаб. Ну, не исключено, что тоже БКБ. Потому что драться-то как-то надо. И БКБ... БКБ лишнего здесь не будет. С другой стороны, на мой взгляд, здесь... Ну, БКБ, против... От чего оно защищает-то? Ну, от Пермахикса, да, защищает. Если ты успел его прожать. Если не успел, то все равно не защищает. От машинок Тинкера не защищает. От лазера, согласен, от ракет. Да нет, вообще много от чего защищает. Но много от чего и не защищает. Смайл в погоне за птицей. Убивает все-таки он эту птичку. Несчастную. Появляется Рошан. Визаж покупает второй гем. Главное его сейчас не потерять. Ну и по-прежнему мы видим, что вот такая вот пассивная игра идет. Пытаются где-то активничать, ликнуть. Но каждый раз эту активность им обрезают. ВП. Пошла ульта от Чена. Уж я не знаю это зачем. Потому что вроде бы ничего не вынуждало. НС ставит вард. Ой-ой-ой, как курьер идет. Да, и курьер забирает фамильяра. И НС здесь ошибается. Куда-то повел он курьера. Непонятно куда. Ну начинают потихоньку ВП засыпать в этой игре. Это как бы нормально. Мор забирает ДД. Минус Рошан. Еще очень быстро. Под Дизолин. В общем ВП очень грамотно засушивают игру. Переводят ее в Эллидана. Ну как бы переводят ее в лейт, где всех убивает Эллидан. Переводят в Эллидана. Вообще для меня это такое удивление, что Виртус Про начали играть таким стилем. Но я думаю, что это все не от хорошей жизни. Все-таки Эллидан действительно хорош. Его можно использовать. Как такое вот оружие убийственное. Да, тем более посмотреть, что покупает у нас Жотом. Сразу покупает Диффуз. То, о чем мы так долго разговаривали, обсуждали с магом. Что нужен Диффуз, чтобы диффузить тот самый Хекс. Первый хотя бы Тинкера. Очень-очень важный. Фортификейшн. Ну как просто эту вышечку. Прямо не отдают ее. ВВП. До конца хотели, чтобы кто-то напал. Подраться на этой вышке. Никто не напал. Завязали Фортифайт. Спокойно заденяли. Лайфстиллер тем временем. Нетворс уже 10 тысяч. Выформился. Вы посмотрите. Догнал и обогнал года. Бэтрайдер обогнал уже и Бестмастера. Но Бестмастер проседает. Безнадежный Чен. С этим самым Мидасом вышел у нас на первое место среди саппортов. Но Жотом отстает совсем ненамного. Хотя у Жотома Мидаса нет. Энесса поймали. Топорики. Ракеты. Тинкера. Да. Но есть руки, конечно, здесь. Был заряд стиков. Но использовать их Энесс не стал. Звезал ульт. Ульт успеет от кулдауниться. Пока Энесс выйдет из таверны. Пока он дойдет до места драки. Ульта у него уже должна быть. Хорошая драка 5 на 5 сейчас у Виртуз Про. Действительно сильная. И есть у них все для того, чтобы ее выигрывать. Есть у них сильные кэри. Есть у них диффуз. Правда, вот БКБшки, конечно, надо дофармить. В очень опасной ситуации сейчас находится Гот. Да, вот уже за ним выехали. Гот. Ой-ой-ой. Успевает. Ну, здесь Бульба, по-моему, завтыкал. У него была птичка. Он мог увидеть и с такого-то расстояния с Аганимом с ультой Бестмастера застанет. Ну, может быть, Пинг, может быть, просто не успел среагировать. В итоге Гот дофармит свое БКБ. Не все у него будет хорошо. БКБ также фармит Смайл. Конечно, количество линкинов и диффузов у ВП должно быть огромное. Потому что если герои в ВП не хексят, не дизейблят, то у ВП выигрывают. Морф и Эмбер очень-очень сильны. Если удается их задизейблять и убить, то, ну, соответственно... Эмбер находится наверху. Он не сможет помочь своей команде, если там нету, конечно, какого-то хитрого ремонта снизу. Но ремонта снизу нету. БКБ покупает Эмбер. Виртуса сверху. Да, Виртуса тут, судя по всему, решаются... ...на такие действия. Посмотрите, что делает Визаж. Он одного фамиляра оставляет снизу, куда летает. Тинкер пошло сразу много ТП снизу. Но Морф забирает Лайфстиллера очень-очень быстро. Смайл отлично реализовывает свое лассо. Ну и, конечно, без включенного Рейджа Лайфстиллер разваливается очень-очень быстро. Скорее всего, отдадут эту вышку после таких вот событий. Да, нету двух ультов, но и без Лайфстиллера драться очень-очень не хочется. БКБ у Морфа. Минус Эмбер. Тем временем догоняет Визажа, успевает прожать по нему первый скилл. И минус Визаж. Теряет еще один гем мега килл у года. Это, конечно, очень-очень плохо для Ликвидов. Они теряют второй гем. Уже 1800 золота Визаж потратил в никуда. Он фактически сэкономил 900 золота ВП на гем и потратил сам на два гема золота. Гема в итоге нету. И гем еще сейчас в кулдауне. Минус Визаж. Минус Лайфстиллер. Ничего абсолютно не получается у Тим Ликвид в этой игре. Виртуз Про просто одни на карте. Да, они играют не очень активно. Да, они там, может быть, их стратегия в каких-то местах уязвима. Но в каких она уязвима, мы не видим в этой игре. Потому что Ликвидов недостаточно, чтобы нанести какой-то урон Виртуз Про. Это как, я не знаю... Не могут пробить щиты, Ликвид. Что-то типа того. НС забирает гем второй. Тоже хочет быть с гемом. Линка на чене. Ну, то есть, серьезно, еще и линка на чене. Да. Линка это оборонительный артефакт. Ну, в драке она, да, где-то поможет. Но если ты хочешь в драке быть полезным и помогать своим кэрри, это должен быть диффуз, как купил Джотом. Это не линка. Вот Джотом, да, купил оборонительный артефакт. А чен купил артефакт просто, чтобы жить одному, чтобы его нельзя было загангать. Ну, по одному-то тебя и не будут гангать. Тут ставки высоки, Виртуз Про играет очень аккуратно. Вот тоже, на самом деле, я так много говорю, что вот тут Виртуз Про пассивничает, тут. И что вообще могли бы они сыграть получше. А ведь по большому счету-то они сейчас свой самый большой минус нивелируют. То есть какой их самый большой минус? Фит. Фит там, где, казалось бы, у них игра уже в кармане. Здесь этот фит практически отсутствует. Это не практически, он пока что за две игры вообще отсутствует. В том понимании, в котором он присутствовал ранее. И все, и просто без этого фида ликвидам негде брать подпитку. Да, они еще и ведут по золоту. Но, опять же, начнется драка. Линка Чена, она может быть даже ни в кого и не скастована, и Чена, может быть, никто и не будет трогать. В ситуации, где лассо кинут на, допустим, Тинкера или Лайфстиллера. Ну, на Лайфстиллера, наверное, в Рейдже, если кинут лассо, то там ничего не поможет. Диффуз, скорее всего, не работает. На БКБ, хотя я не уверен. Очень редко видел, когда такие вот конкретные ситуации. Возможно, что и работает, потому что позитивный эффект. Но я думаю, что не работает. Ну, например, на того же Тинкера. Кинут лассо и начнут его убивать. Что ты сможешь делать линкой? Да ничего. Все же, лассо накинули. Заранее кидать? Ну, план, конечно, хороший. Но только на кого заранее кидать? Это не гирокоптер с двумя рапирами. Тут могут накинуть лассо на Тинкера, на Беста, на Лайфстиллера, на Визажа, на самого Чена. На кого кидать лассо? Я не знаю. Ой, на кого кидать линку. Диффуз все гораздо проще. Диффуз ты кидаешь на того, кого захексили. В общем, Ликвиды сами не поняли, чего они хотели от этой игры, на мой взгляд. И все-таки правильнее будет сказать, что не поняли они во много благодаря ВП. Потому что ВП вообще все, что пытались сделать Ликвид, они законтрили. Летите гангать, умираете вдвоем. Не летите гангать, получаете люлей в лейте. Учитывая, опять же, важность турнирную этой игры. Виртуз Про уже 4 очка, 1 очко в матче с Нави, 1 очко здесь. Ой-ой-ой, там Морв, вы посмотрите, что делает. У него есть Этериал, но решил не рисковать. В последний момент был Этериал, но Чен зашел на хайграунд. Хотя сейчас 100 хп, наверное, все равно бы не снял. Как раз-таки ЛНК помогла. Эбисал появляется у Лайфстиллер. БКБ у Битрайдера. Эмбер ломает Тавер. Ну, есть у него Ремонт. Да, кстати, отличный вард. Знаменитый вард от Энесса. Который уже сплагиатили все, кто могли. И теперь, наконец-то, сам Энесс поставил свой фирменный вард. Лайфстиллер динает вышку. Ой-ой-ой, Жотом. Вернись, пожалуйста. Ты был неплох. Интересно, что собирает Жотом. Хекс или ЛНК. Но ЛНК это будет вообще жирно. Представляете, на Морфа повесить ЛНК, у него еще своя ЛНК. И в случае, если ему эти две ЛНК собьют и застанет как-то, или захексит, еще и задиффузить его. Это что-то из области. Мне кажется, все-таки это хекс. Потому что у ЛИКВИДов мы видим только одну ЛНК, никаких диффузов нету, ничего. При этом Лайфстиллер, Тинкер, хекс гораздо лучше работает. Зачем кидать ЛНК на Морфа, когда можно кинуть хекс на Тинкера? Эффект будет фактически один и тот же. Да, у нас 4 на 4, судя по всему, продолжится игра. Ждем возвращения игроков. Давайте посмотрим пока на группу Б более подробно. Итак, у ЛИКВИДов на данном этапе есть 5 очков. У ВИРТУСПРО есть 4 очка. Если ВИРТУСПРО выигрывают, у них становится 5. По личным встречам преимущество. И еще и на одну карту, проигранную меньше. Большой плюс. Впереди только Нави. У которых пока что 2-1, 2-1, 2-1. Но у них остались встречи с... 2-1 Тимлики, 2-1 Клаунт Найн, 2-1 ВИРТУСПРО. У них осталась встреча с ПАУРРАЙНЖЕРС. И даже если они ее 2-0 вдуют, то... Не, им хотя бы 1 очко в общем надо. Если хотя бы 1 очко они там наберут, то все. По личным встречам уже они должны быть на первом месте. Хотя, я думаю, что ПАУРАЙНЖЕРС НАВИ ИСХОД предугадать тяжело. Но, по идее, Нави должны быть победителями. ИСХОД предугадать тяжело, потому что Рейнджеры могут. Что касается Клауд Найн. У них вообще 2 очка. И ситуация очень плохая. Потому что в плей-офф они пока не попадают никак. Более того... Они проиграли Тим Ликвид. И даже если они догонят Тим Ликвид... В общем, у Клауд Найн ситуация такая. Им нужно выигрывать ПАУРАЙНЖЕРС. Набирать 4 очка. И дальше, по-хорошему, им нужно выигрывать... У ВИРТУС ПРО. Чтобы обгонять Тим Ликвид. Ну, конечно, я надеюсь, ВИРТУС ПРО наберут сейчас 5 очков. Тим Ликвид оставят они без дополнительного очка. И тогда будет у нас сражение уже за вторую... За третью и четвертую позицию между Клауд Найн и Тим Ликвид. Больше в этой группе. Хотя, опять же, ВИРТУС ПРО по-хорошему нужно будет забирать хотя бы одно очко. Но ВАРД стоит. Смайл разбил СМОК прямо на ВАРДе. Это все прекрасно видели. Сразу же возвращаются. Вот все правильно делают. Вернулись, сбили ВАРД. Все, никуда не пошли. Потому что вас видели. На СМОКе. Очень важно, вот при такой игре, в которой сейчас играют ВИРТУС ПРО... Смотрим. Ой-ой-ой, как визаж. Чуть было не попался. При такой игре, в которой сейчас играют ВИРТУС ПРО, невероятно важно... Играть дисциплинированно. Потому что ты силен в лейте, у тебя все хорошо. И вот в такой игре тебя уже практически нереально победить тем, что есть сейчас у ЛИКВИД. Потому что ты больше готов. Ой-ой-ой, сверху начинается драка. У Койку большие проблемы. Но СМАЙЛ все-таки расправляется. Справляется с Койкой великолепно. СМАЙЛ находит. Ну, во-первых, да. Во-вторых, ты морально готов. Ты изначально шел в лейт. Во-вторых, у тебя есть Бэтрайдер. Который может наказывать того же самого Тинкера. Тинкеру это делать не то, чтобы несколько тяжелее. Но от Тинкера больше требуется. Ему и фармить больше надо, и активничать больше надо. Бэтрайдер имеет возможность повисеть, подождать, половить Тинкера. Тинкеру нужно летать, фармить. И кого-то ловить ему просто времени нет. Морф, опять же, который невероятно сильен в лейте. И гораздо сильнее, чем практически любой герой из находящихся здесь. И Эмбер также очень-очень хороший урон вносящий. Если мы посмотрим на Ликвидов, да, у них вроде пик неплохой. Но у них очень не сочетаются герои между собой. Вот этот Чен, он совершенно не сочетается никак с мобильностью. То есть он все время получается как пятое колесо. Пока его команда быстро перемещается в одну точку, он слабо, медленно плетется. Чен раскастовывается. Ой, Морф раскастовывается в бульбецах. В общем, я пытаюсь все силы напрячь для того, чтобы попытаться вам объяснить. Получается у меня не очень хорошо, но... Это я все к тому, что в Virtus.pro все сейчас шикарно. И все, что им требуется делать, это сохранять дисциплину. Пойко. Линка на нем висит. Лайфстиллер внутри. Четвертый догон. Ну, сейчас можно неплохо года разложить. Но год, посмотрите, каков. Посмотрите, каков год. Он не подходит к крипам. Он фармит на расстоянии, потому что он понимает, что может быть здесь тинкер. Вот тоже. На самом деле, это мы сейчас следим за годом, и кажется, что как-то он так прочувствовал. А он никак не прочувствовал. Он всю игру так играет. И какое нужно терпение для того, чтобы всю игру сидеть и вот так вот аккуратно фармить, что, ой, меня могут слева загангать, справа загангать. И при этом еще и фармить. Это тяжело. И вот оно, пятое колесо команды Liquid. Да. Флав отцепляют. К самым последним. Бэтрайдер там уже ищет следующую жертву. Еще не успел Чена убить. Просто труп Чена прицепил к лосо. Как в вестерне в хорошем, когда один скачет, там, какой-то всадник. А второй его там пленник болтается где-то привязанный на веревке сзади за лошадью. Так и здесь, Морф. Забирает Тинкера. Пошел Эбисон. Лайфстилер не продамаживает Морфа. Ну, просто... Слишком он жирный. Даже если мало ХП останется, перекачивается Морф спокойно. В силу, и все становится очень хорошо. Забирают еще и Тинкера. Да, что-то... Я еще не успеваю последить за этим всем. Не, ну, конечно, то, вот сейчас, чем играет Virtus.pro, это, наверное, один из самых сложных таких стилей. Сложнее, на мой взгляд, стапильно играть. Да даже фастпушем играть легче, чем вот такой стратегии. Потому что, ну, это так тяжело обороняться вообще от всего. То есть, это все равно, что заткнуть, пытаться дырки в Титанике. Не знаю, там, заткнуть все пробоины. И тут защититься, и там защититься, и фармить не потерять, и самим при этом что-то делать. Ну, основные позиции это защититься везде и не потерять при этом фармить. Это сделать очень тяжело. И это еще не самый опасный пик. Самое такое опасное они попытались пресечь банами. Ну, и, в принципе, Liquid не стали играть. Но чуть поактивнее будут герои. Какие-нибудь там врывные штормы. Те же бэтрайдеры. И будет очень-очень печально все с таким стилем. Опять же, можно, можно вообще любой пик выиграть вот таким стилем. Но это очень тяжело. Эмбер. Ай, конечно, урон шикарный у Эмбера. И так вот он прыгнул, спокойненько повисел, побил крипов. Жотов всю пачку зафармил. Есть у него сыр. Ужотма 3400. Ужотма почти хекс, если это хекс, конечно. Скади у Морфа появляется. 505. Лидан просто пока что безукоризнен. Ну вот сможет он на ноль отыграть или нет? Или все-таки нафидит где-то? Какой там гем уже валяется? А, еще один гем купили? Да ладно. Смотрим. Морф. Видит Морфа. Хексит его. У Морфа есть Аегис. Еще. О, стон Эбисол. Как же много урона в Морфа. Тем временем снизу начинается драка. Цепляет бэтрайдер. В эту сексе. В эту сексе забирают. Морф уходит. Включает БКБ. Зацепили Энессу. В Энессу гем пытается он улететь на ТП. ТП делает ТС, но это ошибка. Это ошибка. Нужно было пытаться убить Энессу. ТС умирает от Морфа. Анстап был Морф. И Эмбер преследует Бульбу. И у Бульбы нету ТП. Первый скилл не срабатывает. Первый скилл. Но здесь Бульба никуда не уйдет. Ему просто полк. ХП отнимает с одной тычки Эмбер Спирит. Викет Сик у Эмбер Спирита. Вот то, что не получилось у Виртус Про в прошлый раз. Когда Иллидан также отдавал Аегис, но и Виртус Про не собирались драться. Здесь же Виртус Про были готовы подраться. Наказали Визажа. У Ликвидов были все спалы потрачены. Убили Лайфстилера просто на халяву. Вестмастер на халяву. 6-0-5 у Иллидана. Отличная реализация Аегиса. Что у нас вообще по статистике? 7-1-5 у Года. 6-0-5 у Иллидана. 3-1-7 у Смайла. 0-0-7 у Жотма. И НС Фидер просто. Фу. Фидер НС. Больше половины смертей команды. Ну на самом деле, если серьезно, то кто-то должен был умирать. Плюс ко всему, вы помните смерти НС? Когда он умирал, умирали оппоненты в большем количестве. Учистоя, что он саппорт пятой позиции. Разменивать его на любого другого героя в плюс. Разменивать его на двух героев. Один из которых Кэрри, другой из которых Соломит. Это в огромный плюс. Так что здесь НС тоже особо предъявить нечего. Но я могу сказать, что эта игра, наверное, войдет в статистику, как игра с наименьшим количеством фида от Virtus.pro в истории вообще. Потому что так малого по еще не умирали никогда. Прямо что-то нашло на них. Ну еще не поздно. 44 минуты, 5 смертей. Еще не поздно. Все еще впереди. Фидануть не поздно никогда. Вот в этом и прелесть, на самом деле, фида. Вот, например. Да. Иллидан, 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 Иллидан. Но он не мог. Он не мог. Сыграть на ноль. Просто 6-1-5. И сейчас наверняка, зная Иллидан, он наверняка расстроен. Потому что он придает значение. Вот таким статистическим темам. Дайер's middle tower is under attack. 18-6. Трехкратное преимущество. Трехкратное преимущество ВП по фрагам. И все у них по-прежнему хорошо. Нету морфа, правда. У него есть байбэк. И сейчас просто аккуратненько выжидают игроки команды Virtus.pro. Когда начнется атака. Жотом вообще где-то внизу с Хексом. Портификейшн. Да, Эмбер Спирит уже очень много урона наносит. Литают, что-то подпушить сверху. Жотом телепортируется. Но очень тяжело будет спушить здесь. Там, конечно, Эмбер просто изничтожает. И лайфстилеру тяжело. Ему неоткуда отхилиться. Его просто продамаживает все время. Хекс. Пошел. На Смайла. Ну, Смайл БКБ жотом. Влетает. Очень много урона. Форстафится. Тинкер. Минус. Бестмастер просто. Какой урон от Года. Бестмастер не уйдет. Под Родзофлаксом. Пытается спастись. Год забирает и его. СМК забирает лайфстилер. Остается два саппорта. Да. Задайвили. Смогли все-таки. Ой-ой-ой. Первый скилл. Не успел прожать Год. Среагировать. Смогли все-таки зацепить Смайла. И смогли даже его доковырять в итоге. Но это все. На что оказались способны. А тем временем. Или Дан. Или Дан выкупился. Или даже не выкупился. Купил Тревелла. Сейчас мы посмотрим. Да, он не выкупился. Он просто купил Тревелла. Прилетает. Убивает первые бараки. ВКБ. Итериал. По Лайфстилеру прокатывается. Нужно убивать еще один барак. Ставит репликейт. Убивает еще один барак. Лайфстилера отправляют на базу. Лайфстилера очень мало КП. Дагон. Хекс. Живет год. Сэм. Контр Веллах. Здесь же в эту сексе. Минус. Байбэк от в эту сексе. Койква минус. У Койква уже нету байбэка. Лайфстилер в рейдже. Пытается загрызть хотя бы кого-то. Садится в крипа. Ну досидеть до фонтанчика нужно. Не запираются. Генетик Филдом. Эх. Ульта нету сверху. У Инесса два гема. В общем вот так эта игра и заканчивается. У ВП был действительно огромный запас. С прочности. В итоге еще как бы одна серьезная ошибка Liquid привела к тому, что этот запас прочности вывелся в ГГ для Liquid. О, отличная реакция от Бульба. Если это конечно была реакция. Good Game пишут игроки команды Liquid. Победа Virtus.pro со счетом 2-0. Третий код на рарке. Отличная игра от Virtus.pro могу сказать сегодня. Количество фида удивило его отсутствием. Действительно хорошо они провели эту встречу.